Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наше занятие по книге Иова. И сегодня мы будем читать 13 главу этой книги, в которой содержится всего 28 стихов. Здесь Иов делает заявление на основании сказанного им в предыдущей главе. И теперь мы находим его не в таком добром расположении духа, как тогда. Первое. Он довольно резко говорит с друзьями, как бы сравнивает себя с ними, несмотря на свое унизительное положение. Об этом с 1 по 2 стих. Иов обвиняет их в фальсификациях, в готовности осудить, в лицеприятии лживости под маской защиты Божьего дела. С 4 по 8 стих. И угрожает им Божьими судами за это. С 9 по 12 стих. И высказав пожелание, чтобы друзья замолчали. Об этом 5 стих, 13 стих, 17 стих. Он обращается в своей речи уже не к ним, а к Богу. Это 3 стих. Второе. Иов говорит с Богом весьма дерзновенно. Одни высказывания свидетельствуют о силе веры Иова, и эта сила не столь дерзка, сколь желанна. Другие высказывания свидетельствуют о силе его страсти, и здесь Иов проявляет излишнюю дерзость, объясняя Богу, в каком плачевном состоянии он находится. 14-19 стих и далее. Иов сетует на свое замешательство с 20 по 22 стих и неспособность выяснить, какой именно грех побудил Бога подвергнуть его таким страданиям и жалуется на суровость Божьих действий. с 23 по 28 стих. Итак, первый раздел этой главы, с 1 по 2 стих. Здесь Иов делает заявление на основании сказанного им в предыдущей главе, и теперь мы находим его не в таком добром расположении, как тогда. Он говорит достаточно резко. «Вот все это видела око мое, слышала ухо мое и заметила для себя, сколько знаете вы, знаю и я, не ниже я вас». Иов знает не меньше своих друзей и тем не менее не в состоянии понять причину своих страданий. непонятно, следовательно, она и им. Поэтому для разрешения вопроса, за что осудил его Бог, он и решается обратиться к нему самому, как единственному существу, знающему это. вот этими словами «не ниже я вас», он как бы со всей решительностью говорит, «я не вижу причины для моего наказания, я не ниже вас», значит, возможно, «выше», но вы благоденствуете, а я нет. И здесь он обращает свою речь уже не к ним, а к Богу. Третий стих. «Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом». Исихий Иерусалимский преподобный пишет, «Это значит, я знаю страшное величие Бога, бесконечную мудрость Творца и Его чудотворную силу, но даже зная это, я хотел бы говорить Господу, потому что если я знаю силу Его, то я также знаю и Его справедливость, и потому что Он справедлив, Он поддерживает говорящих к Нему. Говорить с Богом означает прежде всего молиться». Далее, с 4 по 8 стих, Иов обвиняет их в фальсификациях, ну, скажем так, в фейках, в готовности осудить, в лицеприятии и лживости под маской защиты божественного дела. Ведь они пришли обвинять Иова как бы от лица Божьего правосудия. С 4 по 8, Иов говорит, «А вы сплетчики лжи, сплетчики лжи, то есть вы сплетаете лов, все вы бесполезные врачи, вы пришли меня утешать, но вы как бы сыпите мне соль на рану. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость». Иногда действительно надо помолчать. «Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?» То есть нельзя отстаивать божественную истину с помощью неправды и с помощью лжи. К этому прибегают некоторые псевдоправославные религоведы, которые как бы все время создают фейки для нападения на тех же сектантов, представителей других религий, и они думают, что этим они могут как бы возвеличить Бога. Но это не так. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Цель не оправдывает средства. Именно средства обнаруживают, то ли мы приближаемся к цели, ко Христу, то ли бесконечно удаляемся от Него. Восьмой стих. «Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так приопираться?» То есть нельзя быть лицеприятными по отношению к Богу? Все время, имея мысль, что Он заботится только о нас, это лицеприятие, Бог заботится о всем творении. Он питает всех еретиков на планете, всех мусульман, всех иудеев, и не только людей, но и зверей полевых, и птиц небесных. Он Бог всех. И вот эти слова «Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так припираться?» Святитель Иоанн Златоуст объясняет. «Или уклоняетесь, говорит, вы сами становитесь судьями, несмотря на красивые слова, ибо если Он, Господь, исследует вас, то даже если вы, все творя, приложитесь к пути Его, Он обличит вас, если исследует вас». Такую мысль высказывает Златоуст за Иова. «Теперь, если бы по вашему делу состоялся суд, вы, говорящие это, не произнесли бы этого?» В понимании Златоуста Иов как бы говорит друзьям, «Вы меня осуждаете в этом, в этом, в этом, но давайте начнем осуждать вас, и вы окажетесь виновными точно в этом, в этом же и в этом же. Если бы вы были на моем месте, и Бог исследовал ваши дела со всей строгостью, вы не были бы такими судьями, как теперь, или я могу сказать еще иначе, говоря это, вы не можете быть судьями моих слов, ибо даже если бы вы как бы говорит Иов, сказали больше этого и сделали все, чтобы сказать в его Бога защиту, он все равно обличит вас и потребует отчета и объяснений. Объяснения, почему вы защищаете дело Божие бесчестными средствами, Богу не нужны там танки, самолеты, ядерные ракеты и так далее. Мы имеем все оружие Божие. Это шлем спасения, щит веры, меч обоюдоострый, Слово Божие. Далее Иов угрожает им Божьими судами за все это, с 9 по 12 стих. «Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, как обманывают человека? Строго накажет Он вас, хотя вы и скрытно лицемерите? Неужели величие Его не устрашает вас и страх Его не нападает на вас? Напоминания ваши подобны пеплу, оплоты ваши, оплоты глиняные?» Здесь Иов касается того же самого вопроса, если они хотят выстраивать защиту Бога против праведника и при этом они используют какие-то натянутые аргументы, опять те же самые фейки, там собирают слухи, сплетни об Иове, чтобы понять, почему Бог так с ним поступил. Мы знаем ответ, почему Бог с ним так поступил. Бог хочет усовершенствовать Иова. Об этом говорится и в Новом Завете, что золото очищается от примесей в огне. Бог посылает нам испытания не с той целью, чтобы нас проэкзаменовать. В глазах Бога мы абсолютно прозрачны. Он все это посылает нам, чтобы нас усовершенствовать. И Иов далее восклицает с 13 стиха и ниже «Замолчите предо мною, я буду говорить, чтобы не постигло меня, для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать в руку мою. Вот Он, то есть Господь, убивает меня, но я буду надеяться». Вот в этом сила Иова, он как бы заживо разлагается, проказа – это именно такая болезнь, когда человек заживо гниет и сладковатый запах мертвого тела распространяется вокруг прокаженного. И Иов говорит, вот Он убивает меня, Бог убивает меня, но я буду надеяться. То есть и теперь я не теряю надежду. Если кто-то находится под бомбежкой, и этот кто-то христианин, и он знает, что без воли Отца Небесного ни один волос с головы не упадет, и он понимает, что он может погибнуть, как погибли его друзья, знакомые, близкие, он должен не терять надежду. Иов не теряет надежду. Вот Он, то есть Господь убивает меня, но я буду надеяться. «Я желал бы только отстоять пути Мои пред лицем Его». Он хочет как бы прийти на суд к Богу. Кто знает, что в человеке, кроме Духа Божия, который в нем, и самого человека. И апостол Павел однажды сказал, «Я ничего такого за собой не знаю», то есть плохого. 16 стих. «И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лице его». Здесь Он говорит, «Я готов предстать на твоем суде, потому что я не лгу». А лицемер, который использует фейки, не готов к этому. Он знает, что он лицемер, и что он использует обман, а всякая неправда есть грех. «Выслушайте внимательно слово мое», 17 стих, «и объяснение мое ушами вашими». То есть он как бы готов встать на суд перед ними, но он видит их предвзятость, ему легче оказаться на суде Божьем. 18 стих. «Вот я завел судебное дело, знаю, что буду прав, кто в состоянии оспорить меня, ибо я скоро умолкну и испущу дух». То есть он чувствует, что он уже как бы умирает. Эти язвы, эти раны, не только источник зловония, но и истощение жизненных сил, он подходит к концу и далее 20-22 стих, Иов сетует на свое замешательство. Он как бы сетует, а почему мне даются муки, которые уже невозможно перенести? Читаем с 20-го стиха ниже. «Двух только вещей не делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица твоего». Здесь он сменяет речь к друзьям на молитвенное обращение к Богу. «Удали от меня руку твою, и ужас твой, да не потрясает меня». То есть он как бы говорит, «Я люблю тебя, я надеюсь на тебя, но пусть лучшие люди нападут на меня, но не твоя рука тяготела надо мной». Он не понимает для чего и зачем все это. «Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а ты отвечай мне». Вот так Иов обращается к Богу из глубины собственной трагедии. И многие люди задают такие же вопросы. А почему был Освенцем? Почему люди гибли, гибнут и будут гибнуть во время разных столкновений? Иногда люди требуют ответа от Бога. «Почему погиб мой ребенок? Почему мой сын, призванный в армию, погиб? За что разрушен мой дом?» И так далее. И вот в этих его словах «Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а ты отвечай мне». Тут как бы предел такого дерзновения его перед Богом. Далее идет раздел с 23 по 28 стих. Здесь мы видим как бы неспособность выяснить со стороны Иова, какой именно грех побудил Бога подвергнуть его таким страданиям. и он жалуется на суровость Божьих действий. «Сколько у меня пороков и грехов?» спрашивает он у Бога. «Покажи мне беззаконие мое и грех мой. Для чего скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе?» Здесь он как бы говорит «Не поступай со мною, как с врагом твоим. Я люблю тебя, надеюсь на тебя. Не сорванный ли листок ты сокрушаешь и не сухую ли соломинку преследуешь? Ибо ты, Иов обращается к Богу, ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей и ставишь в колоду ноги мои, и подстерегаешь все стези мои, гонишься по следам ног моих. А он, то есть человек, как гниль распадается, как одежда, изъеденная молью». В толковой православной Библии дается объяснение. Бог поступает с Иовом как строгий безжалостный судья, не объявляя Иову его вины. Он, Господь, прямо выносит ему тяжкий судебный приговор, не совершившему в последние годы каких-либо значительных проступков, вменяет вину грех юности, то есть легкомыслие, не дает двинуться с места без боли, ставишь в колоду ноги мои, то есть он уже не может их и ходить нормально, не даешь двинуться с места без боли, тому, чье тело изъедено болезнью, готово распасться. страдания Иова это и те страдания, которые возникают от недопонимания почему и зачем. Господь, ты все это посылаешь нам. И когда людям очень тяжело, когда людям очень страшно перед той реальностью, в которой они оказались, в которой они существуют, они тоже хотят задать вопросы Богу. и получить ответы. И для того, чтобы получить ответы от Бога, мы изучаем Его Священное Писание, в частности, книгу Иова, это книга страданий, боли, надежды и веры. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегер», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя в это беспокойное, трагическое время. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...